Здравствуйте всем, кто сейчас телеканалом Первый Деловой. В эфире проект Акцент. Украина стала крупнейшим экспортером пшеницы. В минувшем маркетинговом году, который завершился в конце июня, мы вывезли в страны Евросоюза около 1 миллиона 700 тысяч тонн, говорит замминистра экономического развития, торговый представитель Украины Наталья Микольская. И это половина от общего объема европейского импорта. По данному показателю нам удалось опередить США, Канаду и Российскую Федерацию, причем вместе взятых. А вот мировым лидером по экспорту пшеницы стала Россия. Итоги года подводим с директором информационной компании «Проагра» Николаем Верницким. Ну и что немаловажно, будем говорить и о прогнозах на год наступающий. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Украина самый большой поставщик пшеницы в страны Евросоюза. Как считаете, сыграли объективные, либо субъективные факторы, либо их совокупность? Я вам уже говорил, что основным стимулирующим фактором была инфляция. Евросоюз сам является крупнейшим мировым производителем пшеницы. Французская пшеница, в принципе, такого же качества, как и украинская. Но в Украине цены на пшеницу, экспортные цены оказались ниже, чем европейские. И странам Южной Европы стало выгодно покупать украинскую пшеницу. Хотя мы конкурируем на очень многих, например, на египетском рынке. О конкуренции будем говорить чуть позже. А в целом, как вы вообще оцениваете маркетинговый год? И тут стоит сказать о том, что в отличие от большинства, у аграев он наступает в середине лета, приблизительно, собственно, в начале июля. Насколько он был удачным для Украины, кроме того, что Украина достигла рекордных показателей по экспорту зерновых, продав за рубеж более чем 34 миллиона тонн? По всем показателям это очень удачный для агрария в год. И по финансам, и по валовому сбору, и по выходу на новые рынки сбыта. Ну, по многим показателям. Но относительно соотношения цены, спроса и предложения, и рентабельности производства, традиционный вопрос, который я вам задаю. Рентабельность производства была выше, по крайней мере, процентов на 15, чем в прошлом году. Это статистические данные. И точно так же торговля тоже была более выгодна. То есть, скажем, на 3-4 доллара за тонну маржа была выше, чем в прошлом году. И доказательством, в общем-то, служит то, что мы открываем новые терминалы, не боимся превышать мощности перевалки над предложением зерновых. И то, что пшеница, кукуруза и так далее, в общем-то, остаются ключевыми культурами, даже несмотря на кризис и так далее. Аграрии не хотят снижать под ними пассивные площади, а наоборот, как бы расширяют. Далее будем говорить о перспективах. И вы тут уже упомянули о конкуренции. Мировым лидером, как я уже вначале говорила, по экспорту пшеницы стала Российская Федерация. По этому показателю им удалось опередить и США, и Канаду. И интересно, что на сельском хозяйстве Россия смогла заработать больше, чем на продаже оружия, и больше, чем даже на нефти. По вашему мнению, такая тенденция будет продолжаться? И сможем ли мы достойно конкурировать с Россией? Ну, мы будем вынуждены конкурировать с Россией. И нам не обязательно с ней так уж остро конкурировать. На самом деле, в России есть экспортная пошлина. И даже несмотря на пошлину, у них девальвация, опять же, и низкие затраты на производство, ввиду того, что много ресурсов достаточно, нам их приходится импортировать. Там немножко другая география и структура производства. Скажем, основное потребление зерна находится в тех регионах, в Центральной России, куда невыгодно везти из зон производства. Скажем, если Северный Кавказ весь экспортирует, то Север может, наоборот, завозить из других стран зерно. Допустим, Ленинградская область завозит через Балтийское море для птицеводства. Россия крупнейший экспортер в мире, Украина крупнейший экспортер в Европу. Почему тогда Россия не смогла обойти нас в Европе по экспорту? Потому что, вы знаете, очень сложный вопрос. Это не важно, в Европе или где. Важно, по какой цене. Цена на российское зерно очень часто ниже, чем цена на украинское зерно. Буквально на пару долларов. За счет этого, в общем-то, и спрос на него не менее высокий, чем на украинское. Это за счет энергоносителей более дешевых? Или почему так? Вы знаете, я думаю, что это за счет портовой логистики. И тут у нас, с одной стороны, у нас глубоководные порты. С другой стороны, считается, что у нас стоимость перевалки через эти порты немножко выше, чем через российские порты. Здесь, наверное, комплекс факторов. Я не могу четко ответить. То есть, понимаете, как цена на зерно формируется, исходя из спроса. Вот вы предложили 100 долларов. Вот хотят, не хотят, вам за 100 долларов это зерно продадут. Точно так же и у нас. Если у нас предложили за 105 долларов, то у нас за 105 это зерно продадут. То есть, там соглашаются продавать по, скажем, по более низкой цене. Ну и потом, я так думаю, что не стоит исключать фактор близости определенных территорий. То есть, вот страны, которые граничат с Россией через сухопутную границу, наверное, это тоже важно. Конъюнктура мировых цен. Насколько она сейчас благоприятна, в частности, по отношению к Украине? И чего ждать в ближайшей перспективе? Ну, считается, что она неблагоприятная, потому что мировые цены низкие и так далее. Тем не менее, мы наблюдаем высокие объемы экспорта. То есть, цены всегда объективные. Такие, какие есть. Чего ждать? Наверное, сейчас, в общем-то, будет падение сезонное. А вот дальше будем смотреть. Поскольку в Черноморском регионе возможно сокращение производства пшеницы, а пшеница, а Черноморский регион активно влияет на ценообразование на мировом рынке, то, может быть, и цены на зерно будут немножко выше мировые, чем в этом сезоне. Но, по большому счету, я опять же говорю, что у нас будет очень большое предложение фуражной пшеницы и более низкое предложение продовольственной пшеницы. Поэтому, в среднем, наверное, прибыль будет ниже прошлогодней. Это с точки зрения цен. А с точки зрения производства, на 3 миллиона тонн мы прогнозируем сокращение валового сбора пшеницы, ввиду недосева. Вот, кстати, да, пассивные площади, в частности, подозимую пшеницу, они сократились по сравнению с предыдущим годом. Но урожайность ожидается с гектара выше, чем раньше. Почему? Потому что погодные условия, достаточное количество влаги и отсутствие сильной жары в период, допустим, цветения, привели к тому, что действительно на 1 сантиметр с гектара в среднем урожайность будет выше. Но при этом это не перекроет падение пассивных площадей, которое было осенью. Украина исчерпала квоту на экспорт пшеницы в Евросоюз в размере 950 тысяч тонн. И торговый представитель нашей страны Наталья Микольская говорит о том, что экспорт зерна в ЕС не прекращается. Поставки будут продолжены как в рамках глобальной квоты ЕС на зерновые, так и вне этих квот. Вместе с тем, украинская сторона надеется на дополнительную либерализацию нашего доступа на рынок Европейского Союза. И сейчас, мол, ведутся соответствующие переговоры. Как вы считаете, каковы наши перспективы в данном направлении? Мне сложно оценивать. Зерно является очень чувствительным товаром для Евросоюза. И по нему наиболее жесткие переговоры. Я думаю, что, возможно, Евросоюз увеличит квоту. Но нужно понимать, что на квоте зарабатывают не украинские компании, а европейские покупатели. И, в общем-то, для нас, по большому счету, для наших объемов, по большому счету, не столь важно, вообще есть эта квота или нет. Все равно Европа купит у нас столько зерна, сколько захочет купить. А относительно других видов продукции, в частности, аграрной, мы достаточно быстро исчерпали свои квоты в рамках зоны свободной торговли с Европейским Союзом. И квоты по тем продуктов, которые мы могли бы поставлять больше. То смысл тогда этой зоны свободной торговли? Есть ли шанс на то, что квоты могут быть увеличены? Ну, во-первых, зона свободной торговли охватывает не только аграрную продукцию. Там большой спектр товаров. Естественно. Но, тем не менее, АПК – это наше все? Да, ну, очень чувствительные товары, конечно, аграрная продукция, конечно, квотируются. Я думаю, что со временем это будет, ну, объемы будут увеличены. Тут нужно понимать, что квоты формировались, исходя из фактических объемов, которые мы когда-то поставляли в Евросоюз. Вот это так исторически сложилось, эти объемы были перенесены в квоты. Сейчас, не знаю, как на этот год, вряд ли, но на следующий год, возможно, будет расширение квот. Я не знаю, как идет переговор. То есть есть надежда все-таки? Надежда, надежда в любом случае есть, конечно. Урожай зерновых и зернобобовых культур в 2016-2017 маркетинговом году, который, собственно, вот сейчас наступает, в Украине планируется на уровне 58 миллионов 800 тысяч тонн. Причем возглавляемая вами компания «Проагра» повысила прогноз по урожаю более чем на полмиллиона тонн практически по всем культурам, за исключением кукурузы. Почему не верите в кукурузу? Думаю, еще больше повысили и уже, наверное, верим. По кукурузе мы смотрели на посевные площади. Кукурузу только недавно осеяли. Это во-первых. Во-вторых, опять же, влажная погода имеет двоякое влияние на кукурузу. С одной стороны, это хорошо, потому что вегетативная масса разрастается. С другой стороны, это не есть хорошо, потому что могут развиваться гнили. Кукуруза не развивает стержневой корень. Она уходит в бока, значит, и в стороны от стебля. И в целом это может, то есть слишком большое увлажнение может привести на более плотних этапах развития, к снижению урожайности. Пока еще рано говорить по кукурузе. Там еще только всходы чуть-чуть, 30-40 см максимум. Понятно. Относительно других культур чего ожидать, по вашим оценкам? По пшенице мы уже сказали, что, скорее всего, будет снижение. По ячменю небольшой рост за счет урожайности, небольшой рост производства где-то на уровне 8,5 миллионов тонн. Будет значительный рост по подсолнечнику, потому что мы видим, что скрытые посевы подсолнечника достигли просто критических показателей. Мы считаем, что реально Госкомстат дает, или Министерство дает 5,4 миллиона гектар. Мы говорим о том, что это будет больше 6 миллионов тонн, скорее всего, 6,1, даже 6,2. Это может привести к тому, что реальный урожай составит 12,8-12,9 миллионов тонн подсолнечника. То есть это рекорд для Украины. Это прекрасно, но что будет с нашими полями? Ведь подсолнечник – это не самое удачное с точки зрения влияния на почву. Вы знаете, я бы уже так не ставил вопрос, потому что при современных гибридах, при современных технологиях можно минимизировать риск. Если не экономят на этом? Если не экономят. Но, с другой стороны, понимаете, все-таки сельское хозяйство работает ради денег, а подсолнечник – это та культура, которая дает чуть ли не выше 100% рентабельности в любом случае. То есть, что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, но подсолнечник пока нельзя заменить для аграриев любой другой культурой. То есть, в данном году наиболее рентабельной культурой будет подсолнечник или что-то еще? Всегда. Понятно. Что-то еще? Может быть, учитывая климатические особенности, наши объективные факторы? Мы считаем, что поскольку произошло сокращение пассивных площадей и, скорее всего, будет падение урожая рапса, то рапс тоже будет достаточно рентабельной культурой. Соя будет традиционной рентабельной культурой, но не настолько с высокой рентабельностью, как в прошлом году. Я думаю, что все культуры будут более-менее рентабельны. Например, мы видим возможный рост рентабельности по продовольственной пшенице. Но сложно сказать, сколько ее будет на поле, сколько будет продовольственной, сколько будет фуражной. То есть, я думаю, что в среднем мы получим экономические показатели. По крайней мере, сейчас это выглядит так, не хуже, чем прошлогодний. Но может быть и хуже. Но очень хочется все-таки верить в светлые наши перспективы. А соотношение внутренних цен и мировых цен, чего ожидать, как думаете? Потому что в прошлом году как раз у нас с этим были проблемы. Смотрите, скорее всего, цены на основные зерновые культуры. В начале сезона будут немножко ниже, чем в... Но это традиционно всегда так. Нет, чем в прошлом году. А, чем в прошлом? В гривне, брать в гривне. Потому что инфляция успокоилась. Потому что мировые цены показывают тенденцию к снижению. А вот по масличным культурам, я думаю, что будут значительно выше, чем в прошлом году. Ну и не могу вас в конце не спросить о том, что сейчас происходит на рынке гречки. Имею в виду ее безумную цену уже сейчас. И, вероятно, это не предел. Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит по этому поводу следующее. Кто-то присел на нее и пытается выжать все сливки. По его мнению, подорожание на 100% никак не может быть оправдано снижением урожая на 10-15%. Далее цитата. Так, гречехи сейчас засевают больше. Но далеко не факт, что даже если засеют в полтора раза больше, цены перестанут безудержно расти. Ведь кто-то может скупить весь урожай на корню и потом перепродавать по высоким ценам. Конец цитаты. Что скажете по этому поводу? Я бы не стал искать в этом некий сговор. Есть определенные бизнес-процессы. Например, сейчас есть четкое сезонное сокращение предложения крупы. Да, запасы крупы в Украине еще большие. Но в период сокращения предложения оптовики стараются повышать цены. Это с одной стороны. С другой стороны, когда начался рост цен, пошел сюда импорт из России, из Казахстана. Импортные цены привязаны к валюте. Соответственно, в магазинах эта гречка появляется по более высокой цене. И самое главное, я думаю, что если бы ее не покупали по 50 гривен, то она бы и не продавалась по 50 гривен. А почему такой ажиотаж именно с этим продуктом? Вы знаете, я не уверен, что это ажиотаж. Я не уверен даже, что объемы торгов очень большие. Просто мы приходим в магазин и смотрим, что вчера гречка стоила 30 гривен, а сегодня она стоит 50. И мы считаем, что магазин только и зарабатывает на гречке. Может быть, там объемы реализации совсем невысокие. Наверное, так и есть. Хотя гречка – это крупа номер один в Украине. Но я все-таки думаю, что нельзя четко оценивать только по супермаркетам, сколько стоит гречка. Потому что основные объемы – это все-таки продаются не в той рознице, в которую мы с вами ходим. Это базары, это в мешках, это на дорогах и так далее. Но ситуация, как считаете, все-таки стабилизируется, в частности, после вмешательства антимонопольного комитета или нет? После вмешательства антимонопольного комитета ситуация всегда стабилизируется. Всегда. Добровольно-принудительно? Да, добровольно-принудительно. Я просто считаю, что, понимаете, уже нужно забыть о гречке, как о чем-то, что должно стоить дешево. А почему так? Почему? Ведь мы производим и производим. Потому что ее реально невыгодно производить. То есть не то, что невыгодно, но менее выгодно производить, чем другие культуры. Потому что в Украине для несколько крупных переработчиков, всего несколько крупных переработчиков, да, они могут диктовать, в общем-то, свои цены, условия и так далее. Но кроме них еще есть целая система, включая розницу, которая накрутки, 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 накрутки. То есть у нас просто очень нестабильность экономической точки зрения рынок. И на любом товаре пытаются накрутить. То, что, в общем, как бы, посмотрите, вот вы посмотрели по 30 гривен, смотрите, что она уже по 30 гривен, опа, надо купить. Вы купили, они еще повысили, они еще повысили. А для вас гречка это некий индикатор, который, по подражанию которого следует вот ваша логика покупки. Но в таком случае, учитывая рентабельность, то самым дешевым продуктом в Украине должно быть подсолнечное масло? Нет, рентабельность не зависит от розничных цен. Рентабельность зависит от той цены, по которой покупают переработчики. Так вот, переработчики покупают, наверное, по гораздо более низким ценам, чем потом она продается в рознице. А что касается цен на подсолнечное масло, это вообще отдельная история. Цены на подсолнечное масло четко привязаны к ценам мирового рынка. А вот внутренние цены на бутылированное масло, это некий договор между государством и переработчиками-экспортерами. Вы не будете повышать внутренние цены на бутылированное масло, а мы не будем мешать вам экспортировать, потому что 90% произведенного подсолнечного масла экспортируется. Спасибо вам за участие в нашей программе. Будем заканчивать время истекло. В проекте «Акцент» мы общались с директором информационной компании «Проагра» Николаем Верницким. На этом пока все. Увидимся на телеканале Первый Деловой.